Очередной рейд природоохранной службы закончился благополучно. Сотрудники Центра природопользования и окружной полиции провели трехдневный рейд по реке. Маршрут пролегал от Печорской губы до мыса Константиновский. В этот раз уловом стали три изъятые и три бесхозные сетки. Этим рыбакам удалось закончить рыбалку без крупного штрафа. Завидев катер природоохранного рейда, жители Йормицы скинули весь улов в воду. Необходимого для вылова рыбы разрешения документов частного предпринимателя, конечно же, на руках не было. Поэтому в виде наказания только изъятие сетей. Из очередного рейда сотрудники Центра природы и полиции привезли три таких орудия лова. По словам проверяющих органов, сегодня на Печоре браконьеры с ценным уловом попадаются все реже. У нас проблемы в плане того, что здесь мы более-менее наводим порядок всеми силами. То есть только заезжаешь на территорию Коми, там беспрепятственно плавают браконьеры. То есть полномочий у нас нет на территории Республики Коми. Поэтому они видят там границу, границу пересекают и свободно плавают. То есть вот тут бы хотелось обратить внимание наших коллег из Республики Коми, чтобы в этом вопросе как-то они помогли нам в данной ситуации. Богатым на улов сетей и незаконно добытой рыбы был прошлый год. За 60 проведенных рейдов оформлено 94 административных протокола и 10 материалов уголовных дел. За летний сезон было изъято рекордное количество рыбы – порядка 400 килограммов. Большая часть изъятого улова принадлежала троим жителям Республики Коми. Незаконный промысел велся на реке Море Ю, на территории Юшарского сельсовета. За пять дней браконьеры выловили около 300 килограммов сегов, пеляди, чира, налима, щуки, хариуса. Согласно статье 256 Уголовного кодекса за незаконную добычу и вылов водных биологических ресурсов группы лиц, максимальное наказание составит 2 года лишения свободы.